Беспроводные пылесосы делятся на три категории. Для сухой уборки. Это подавляющее большинство вертикалок. У некоторых из них есть насадка для влажной уборки, но это не считается. Моющие пылесосы. Отмывают загрязнение валиком и втягивают грязную жидкость. И гибриды. По сути, это два пылесоса в одной коробке. Ценник соответствующий. Об особенностях моющих пылесосов и гибридов я запишу отдельное видео. Скорость его подготовки зависит от вашей активности. Чем быстрее соберем 200 лайков, тем быстрее сделаю. Обязательно нажмите кнопки внизу. А в этом ролике расскажу, как выбрать пылесос для сухой уборки. Критерии выбора буду приводить в обратном порядке. От более важных к менее важным. Погнали! Самый важный критерий – мощность всасывания. Не путать с потребляемой мощностью, которая в несколько раз выше и на которой обычно акцентируют внимание производители. К примеру, если вы зайдете на страничку пылесоса Polaris 7090, сразу увидите надпись «Мощный инверторный мотор 450 Вт». И только если откройте страницу полностью, дочитайте до надписи «Мощное всасывание 160 аэроватт». Но то, что вы докопались до реального показателя, еще ничего не значит. Скрываться за этим показателем может что угодно. На бумаге Volmer D707 Sapir показывает 190 Вт, при этом скорость воздушного потока составляет 20 метров в секунду. У RedKey F10 заявленная мощность всасывания 140 Вт, а скорость потока вдвое выше, чем у Volmer 42 метра в секунду. Даже у одного и того же производителя подходы к измерениям могут варьироваться. У Polaris 1146 мощность всасывания 180 Вт, а Polaris 5090 – 160 Вт. Но менее мощный по номиналу пылесос тянет лучше. Помимо мощности всасывания, которая измеряется в ваттах и аэроваттах, постоянно фигурирует понятие силы всасывания. Она характеризует вакуумное разрежение, создаваемое мотором и измеряется в паскалях. Но ваты и паскали – это надписи на коробке, которые зависят от настроения маркетолога. Чтобы понять, насколько пылесос мощный в действительности, нужно смотреть обзоры с испытаниями, замерами и щелевыми тестами. Такие обзоры, как на канале Best Robot, не забудьте подписаться. Самые мощные пылесосы, побывавшие в лаборатории. Redmond RVUR375 – простой, но очень эффективный на коврах. Redkey F10 – на максималках не оторвешь от пола. Polaris 4060 Cyclonic Smart – зачистил весь стенд, включая 10 мм. И Mica V12, который отправил манометр в нокаут. 30 000 паскалей – это не шутка. Ссылки на обзоры с тестами будут внизу под роликом. А из тех пылесосов, что мы еще не тестировали, судя по отзывам, внимание могут заслуживать. LG A9T Ultra 2 – мощность всасывания 210 Вт и еще и станция самоочистки. Dreamy V12 Pro – в рекламе заявлено 32 000 паскалей. В отзывах пишут, что очень хорошо очищает ковер. Jimmy Edge 10 Pro – нарисовали 245 Вт. В обзорах и отзывах говорят, что действительно мощный, поэтому есть шанс, что это правда. Второй критерий выбора – инструмент в основной насадке. Паркетный валик, как следует из названия, подходит для гладких покрытий. Он хорошо собирает песок с ламината, даже если пылесос не очень мощный, как Dreamy P10 Pro. Пучковая щетка лучше всего справляется с коврами, вычесывает шерсть и достает соринки. Лепестково-щетинистая предназначена для разных задач. И паркет очищает, и ковры обрабатывает. То же самое можно сказать о массивном роллере с рядами тонкой щетины, как у RedKey F10. У некоторых пылесосов есть сменные роллеры. Например, в насадку Polaris 7000 можно поставить как мягкий валик, так и щетинистую щетку. А бывают пылесосы с двойным рабочим инструментом. RedRoad V17 с красивым моторным блоком вертикального типа. Или от VLG9, на который мы делали обзор. В большой лапе установлен валик для паркета, резиновый скребок, он счищает прилипшую к полу грязь, и роллер с щетиной для ковра. А еще у этого пылесоса подсветка основной насадки. Полезная штука, которая облегчает обнаружение соринок на полу. Но есть нюансы. Во-первых, торчащие впереди лампочки мешают подбирать мусор у стены. А во-вторых, на Алиэкспресс продается съемная лазерная подсветка. За 5 копеек можно превратить любой пылесос в Dyson. Я уже писал об этом в телеграм-канале BestRobot. Так что наличие подсветки не самый важный фактор. В отличие от качества уборки, оценить пылесос по этому критерию вы сможете только по обзорам с тестами, другого пути просто нет, потому что в рекламе любой пылесос убирает идеально. А вот на практике могут быть нюансы. К примеру, Polaris 1146 отлично убирает ламинат и быстро подбирают мусор вдоль стен. У большинства пылесосов с этим проблемы. Зато на тонком ковре выступает хуже аналогов. Насадка скачет на соринках и не может подобрать шерсть. Хотя, казалось бы, 180 ватт. Проблем быть не должно. В целом, с ламинатом справились все пылесосы, что были в лаборатории. Но особо мне запомнился iLife G80. У него на насадке торцевая щетка, как у робота-пылесоса. Убирать вдоль стен очень удобно. Но в остальном, это бюджетная модель и многого ждать от нее не стоит. Polaris 4060 оставил приятное впечатление от уборки тяжелого ковра. От VLG9 максимально удобный для постоянных переходов с ламината на ковер и обратно. Критерий номер 4. Насадки. На щелевую и два в одном не обращаем внимания. Они есть у всех пылесосов. Дополнительно насадки могут быть полезными, но вообще-то без них можно обойтись. Например, насадка для влажной уборки, которая устанавливается за основной насадкой, вытирает пыль и кофейные следы. Не более. Насадка с характерным названием Submarine для Dyson V15 более интересная. Она смачивает валик и счищает налипшую на него грязь. В рекламе впечатляет, но нужно учитывать, что сбор грязи осуществляется механически, без всасывания. С моющим пылесосом такая насадка не сравнится. Насадка для деликатных покрытий или, как ее называют, щетка для одежды. Можно почистить пальто или снять пыль с полированной мебели. Гофрошланг. В сочетании с щелевой насадкой поможет навести порядок в машине. А вот что действительно важно, это мебельная насадка. У нее моторизованная щетка с рядами жесткого ворса. Вставляется прямо в патрубах, что увеличивает силу всасывания. Такая насадка не только вычесывает пыль из обивки, но и вытягивает пылевых клещей. Вы будете в шоке от того, на чем спите. Ну и от того, как быстро кошачье кресло превращается в человеческое. Большая часть насадок, о которых я только что рассказал, есть у пылесоса Polaris 7090 Handstick Pro Aqua. Он побывал на обзоре и оставил приятное впечатление. Неплохой аппарат для гладкого пола. Ссылка внизу. Также при выборе важно учитывать, сколько пылесос будет работать от аккумулятора. Емкость батареи варьируется от 2 до 4000 мАч, но нужно смотреть на реальную продолжительность работы. Она зависит от выбранного режима и обычно составляет от 7-15 минут на максималках до 50-70 минут в тихом режиме. Причем в рекламе всегда указывают большую цифру. Redmond 1311 на официальном сайте работает до 48 минут, и это правда. Как и то, что в режиме Max батареи хватает лишь на 12,5 минут. Если у вас тяжелые ковры и много мусора, докапывайтесь до продолжительности работы на максималках, а также сопоставляйте автономность с реальной мощностью. Например, RFE F10 на высокой мощности работает 7 минут. Кажется, мало, что можно успеть за 7 минут, но пылесос настолько мощный, что в основном вы будете пылесосить в тихом режиме, до 60 минут автономности, а максимальные обороты понадобятся только на собачьем коврике, так что в среднем получается комфортное полчаса. К тому же у этого пылесоса съемная батарея. Если хочется проверить прочность паркета, почистить стыки между плитками, выжать максимум из всех покрытий в доме, просто купите еще одну батарею. Но значение имеет не только возможность замены аккумулятора во время уборки, но и его доступность в продаже. Этот нюанс нужно проверить до покупки пылесоса. Как и наличие расходников. Через год вам понадобятся новые фильтры. Турбощетка может истрепаться, и вы захотите ее обновить. Заменить разбившийся адаптер или насадку, которую случайно уронили. Наличие расходников проверяем на маркетплейсах в фирменном магазине производителя или на специализированных сайтах. Еще два критерия, на которые придется потратить время. Это качество сборки и надежность. Прежде чем покупать в маркетплейсе, пощупайте пылесос в магазине или у знакомых. Важно оценить качество пластика, щели, люфты, соединение узлов, исполнение щеток. Ну, либо просто посмотрите обзор на канале BestRobot. Надежность оценить сложнее, поскольку даже BestRobot эксплуатирует пылесосы только в процессе тестирования, а как поведет себя та или иная модель, покажет только время. Поэтому рекомендую не гнаться за новинками, читать отзывы на маркетплейсах и заходить в наш телеграм-канал, где вы сможете пообщаться с обладателями разных пылесосов, получить компетентное мнение и узнать лучшие цены. Конструкцию пылесборника оценить куда проще. Вертикальные пылесборники самые удобные. Вытряхивать мусор можно одним движением, как у Polaris 6000. Еще более крутой вариант Roborock H7. У него в колбу одноразовый мешок можно вставлять. Горизонтальные пылесборники менее удобны. Чтобы выбросить мусор, нужно как минимум снять штангу, а в отдельных случаях извлечь капсулу и достать фильтры. Кстати, так называемые бочки пылесосов Jimmy хоть и являются горизонтальными, но тоже с быстрой выгрузкой. А вот объему пылесборника, на мой взгляд, часто уделяют больше внимания, чем следует. Во-первых, он почти всегда составляет от 500 до 700 мл. Исключения типа Polaris 4060 с пылесборником в 300 мл встречаются редко, но даже его вполне хватит на 2-3 комнаты. В крайнем случае сделайте промежуточную выгрузку. Во-вторых, даже если вам достался какой-нибудь iLife H70 с легендарным пылесборником на 1200 мл, полностью забивать его вы навряд ли будете, потому что засоряются фильтры и падает сила всасывания. Место хранения, напротив, часто недооценивают, хотя это значимый фактор, особенно если в комплекте куча насадок. Важно, чтобы пылесос заряжался на станции, тогда не придется бегать с адаптером в поисках свободной розетки и чтобы для каждого аксессуара был специальный разъем. Образцовыми решениями считают напольную станцию типа чемодан, как у Atwell G9. Все насадки хранятся в одном месте у каждой собственный разъем. Здесь же пылесос заряжается и штукатурка остается целой. Либо напольную станцию типа пальма, как у Джимми Геркулес. Тяжелые основания и штанга с органайзером, где висят все насадки. Если пылесос устраивает вас по всем вышеперечисленным критериям, можно задуматься и об удобстве управления. Хороший пример Redmond 1311. Аккумулятор внизу, моторный блок вверху. Идеальный баланс рукояти. Еще и софт-тач ставка, чтобы тушка не выскальзывала из руки. Клавиша под указательным пальцем запускает мотор однократным нажатием. Зажимать гашетку не требуется. На дисплее отображается заряд аккумулятора и выбранные режимы, включая автоматический, в котором пылесос меняет мощность самостоятельно, в зависимости от напольного покрытия. Правда, чтобы переключать режимы, приходится задействовать вторую руку. В этом плане RedKey P7 Plus удобнее. Мощность регулирует большой палец. Все манипуляции можно совершать ведущей рукой, а свободная рука будет поднимать шторы и раздвигать стулья. Еще в последнее время многие пылесосы комплектуют сгибаемой штангой. Не обязательно, но полезная опция, которая сокращает количество наклонов во время уборки. Просто отжимаем фиксатор штанги и в полный рост убираем под шкафами и тумбами. Более полезный, но менее распространенный вариант – телескопическая штанга. Ее длину можно настроить под рост пользователя. Баскетболист с облегчением выдохнет, а ответственный родитель с удовольствием передаст пылесос ребенку. Но из всех моделей, что бывали в лаборатории, такая опция была только у RedKey P7. Ссылка на обзор внизу под роликом. В теории на удобство управления влияет и вес пылесоса, но как фактор выбора это спорный критерий. Дело в том, что модели среднего и высокого класса в полном сборе весят 2,6 кг плюс-минус 300 грамм, которые мало что решают. Если вы Эллен Рипли, вообще забудьте об этом критерии. Ну а если ваш типаж Барби, можно взять iLife G80, весит 1,950 кг. Либо просто поручить уборку Кену. Фильтрация только на 10 месте, хотя казалось бы такой важный критерий. Дело в том, что у всех пылесосов, которые побывали в лаборатории, с этим пунктом все в порядке. К примеру, у бюджетного iLife G80 хоть и не оптимальная, но все-таки трехступенчатая фильтрация. Даже у чудовищного Дирма Грин за 1200 рублей тройная система очистки, хотя и без хепа-фильтра. У пылесосов высокого класса, как от VLG9, фильтрация выглядит так. Металлическая сетка, за ней микроциклоны, на дно которых оседают мелкие частицы. Далее хепа-фильтр номер 1, а на выходе из моторного блока губка и хепа-фильтр номер 2. В пылесборниках вертикального типа нужно обращать внимание на наличие юбки, которые задерживают крупные частицы мусора, чтобы не налипали на сетку. Для аллергиков может иметь значение класс хепа-фильтра. Из пылесосов, которые были на тестах, самый крутой хепа-фильтр у 375-го Redmond, 13-й класс. Фактор шума кажется значимым, но в действительности все вертикалки работают в диапазоне 70-85 дБ. Чем мощнее, тем громче. У роботов-пылесосов уже появились интересные решения. К примеру, Roborock Q-Revo, несмотря на солидную мощность, работает процентов на 20 тише, чем аналоги. Но для ручных пылесосов дополнительной шумоизоляции пока не придумали. Пылесосить и смотреть сериал не получится. С этим нужно смириться. Многих вдохновляет идея пылесоса самоочисткой. Не нужно пачкать руки и вдыхать облака пыли. Весомые аргументы. Но покупать пылесос только потому, что он самоочисткой, я бы не стал. Такие модели встречаются редко, стоят дорого и могут уступать конкурентам по ключевым параметрам. Например, по силе всасывания и качеству уборки. Точно так же не стоит покупать пылесосы, исходя из наличия логотипа Tefal, Mili или другого популярного производителя домашней техники. Конечно, поклонники известных брендов будут макать вас до тех пор, пока вы не признаете, что 80% у робота-пылесоса Samsung это тоже хороший показатель. Но на самом деле на рынке пылесосов безоговорочно лидируют китайские Dreamy, Jimmy и Roborock. Хотя и другие бренды могут выстреливать. Недавно я делал обзор на Redmond 1311. Выглядит так, что когда придут гости, без затей положите его на стол в гостиной. И пылесосит вполне достойно. И вообще, пылесос лучшего бренда – это тот, который вы получаете бесплатно. Например, в результате розыгрыша, который мы каждый месяц проводим в телеграм-канале BestRobot, нужно только подписаться и нажать кнопку «Участвовать» под постом с розыгрышем. Возможно, мощный кокон, робот-пылесос или вертикалка ждет именно вас. Помимо этого, в телеграм-канале BestRobot вы найдете подборки и детальные сравнения, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтинга. Ссылка в описании под роликом. Предпоследние по значимости критерии – ультрафиолетовая лампа, такая как у мебельной насадки Polaris или как у моющих пылесосов, о которых я расскажу в отдельном ролике. Ищите на канале. Конечно, производитель утверждает, что его UF-лампа по эффективности сопоставима с инопланетным оружием массового поражения. Но даже если у нее такое мощное излучение, успевает ли оно как-то подействовать на микробов за такой короткий промежуток времени, пока насадка проезжает над поверхностью? Весьма сомнительно, поэтому советую не обращать на нее особого внимания. Хотя, по сравнению со следующими двумя критериями, даже ультрафиолетовая лампа кажется важной. Речь идет о голосовых уведомлениях и распределении пылинок по фракциям от 10 до 500 микрон. Обе эти опции у пылесоса Jimmy H10 Pro. Зачем они нужны ручному пылесосу? Вопрос на миллион долларов. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, напишите в комментариях, а я пока дам несколько конкретных рекомендаций по выбору. По совокупности различных факторов могу порекомендовать следующие пылесосы из тех, что побывали в лаборатории. Mika V12. 61 балл по системе оценки Best Robot. Пылесос среднего класса для любых покрытий. Настолько мощный, что отправил манометр в ошибку. Действительно ли у него 30 тысяч паскалей, выяснить не удалось, но не меньше 20 однозначно. Atwell G9 тоже набрал 61 балл. Не такой мощный, зато с двойным рабочим блоком, с кучей насадок, включая мебельную и с напольной док-станцией. Redmond VH1311. 62 балла. Отличное сочетание современной конструкции и функционала. Больше всего мне понравился авторежим, срабатывающий без опоздания, ну и дизайн, конечно. Те же 62 балла набрал Polaris PVCS 7090 Handstick Pro Aqua. Крутой вариант для гладкого пола. С насадкой для влажной уборки можно пылесосить и вытирать одновременно. Мебельная насадка тоже в наличии. С большим отрывом впереди. Redmond RV UR375 и его 71 балл. Пылесос хоть и простенький, но до сих пор самый мощный из всех, что прошли тестирование. Хороший выбор для тяжелого ковра. Polaris PVCS 4060 Cyclonic Smart. 72 балла. Почти такой же мощный, но при этом просто красавчик и с напольной станцией. Один из самых удобных в плане управления. Все кнопки под большим пальцем. Ну и лидер рейтинга Redkey F10. 73 балла. Оптимальное сочетание мощности и эргономики. Подходит для любых покрытий, еще и стоит недорого. Детальные обзоры на эти модели найдете по ссылкам в описании. Из пылесосов, которые не были в лаборатории Быстробот, но у которых хорошие характеристики и отзывы, внимание могут заслуживать. Jimmy H8 Flex Hercules. Средний ценовой сегмент, 185 Вт и мебельная насадка. Но в рабочем блоке паркетный валик. Для ковров больше подходит Dreamy R20. У него 190 Вт и отдельная насадка с турбощеткой. Судя по отзывам, мощность достаточная. Еще пишут, что Dreamy R20 не уступает Дайсону V15 Detect Absolute. Но, по-моему, это спорный тезис, поскольку Дайсон слишком особенный. Боковая лазерная подсветка, уникальная насадка для мебели, почему-то напоминающая мясорубку. Не говоря уже о мощной насадке класса Submarina. Дайсон впечатляет не только набором насадок, но и ценником. При таком раскладе уже можно задуматься о гибридном Roborock Diet Pro Combo, потому что он стоит примерно столько же. Но об этом пылесосе я расскажу уже в следующем ролике. Ускоряйте его выход пальцами вверх. А пока, пока и до новых встреч!